Продолжение следует... Я приветствую всех своих друзей в Дарме. Кто слушает эти учения, я вас всех тепло приветствую. Сегодня шестой день учений. Сегодня я хочу продолжить рассказывать о позднем ведическом периоде. Ранее мы говорили о том, что весь ведический период можно разделить на ранний ведический период и поздний ведический период. Итак, сегодня мы продолжим с поздним ведическим периодом. Самый поздний ведический период, как я сказала в прошлый раз, можно разделить на три части. Это брахманический период. Это брахманы. Араньки. Упанишады. Посмотрите на этот слайд. Итак, поздний ведический период разделяется на четыре веды, на брахманический период и на век философии. И причины, по которым мы разделяем этот период на четыре веды, брахманический период и период философии, дубовек философии, не связаны с современными рамками. Это связано с смысловым наполнением трех типов брахманической литературы, которыми являются брахманы, араньки и Упанишады. Итак, сегодня из этих трех разделов, вчера мы с вами обсуждали четыре веды и философскими воззрениями, связанными с четырьмя ведами. Когда мы говорим о четырех ведах, первая из них была, это рекведа. Рекведа долгое время не была записана, она передавалась устно. И затем, только спустя довольно продолжительное время, она была записана, как текст. После того, как рекведа была записана, были записаны и другие три веды. И в то время, когда три остальные веды были записаны, и благодаря тому, что они были записаны, брахманическая цивилизация достигла своего процветания в Индию. То, что мы называем брахманической цивилизацией, либо брахманическим знанием, опирается на веды, как на основу, можно сказать, что веды является матерью брахманической цивилизации. И во время этого периода, периода брахманической цивилизации, основными текстами, как я уже сказала, вы можете видеть на слайде. С правой стороны перечислены брахмани, брахмани, араньки, упанишады и поэзия Кавия. Брахмани – это первая категория, вторая категория – араньека. Араньека в переводе означает тексты тех, кто живет в лесу. Затем упанишады и в конце Кавия – поэзия, либо великие эпические поэмы. Я объяснила про четыре веды, и сейчас я хочу немного рассказать вам о категории текстов под названием брахмани. И для этого нам нужно разъяснить контекст возникновения этих текстов брахман. Говорится, что в то время люди обладали большим желанием и большим стремлением осуществлять ритуалы. Люди даже не знали сути ритуалов, либо значения ритуала, но тем не менее они делали их. И ритуалы осуществлялись священниками, которые позже получили, стали называться брахманами. Их число росло благодаря спросу на проведение ритуала. И также их влияние и их силы возрастали и распространялись. И в этот период те, кто делал ритуалы, кто посвящал себя практике ритуалы, они хотели показать свои качества другим. и поэтому они делали ритуалы все более и более сложными. И поэтому ритуалы становились все сложнее и сложнее. Они наполнялись все большим символическим смыслом. И для этого они прилагали много усилий, чтобы наделить эти ритуалы смыслом глубоким ритуальным сокровенным смыслом. и во время рекведы и барахман отличались с точки зрения своего контекста сначала во времена рекведы прежде всего акцент делался на вере и предности богам. Но затем в период брахман люди стали интересоваться только ритуалом и они заботились лишь о проведении ритуалов. И люди, которые делали эти ритуалы священники, брахманы они считали только ритуалы важными больше ничего другого. И с с точки зрения внешнего проявления ритуалы становились все более усложненными, изощренными. И в конце концов они похоже, что они забыли о внутреннем смысле, они вообще забыли о богах и лишь думали о внешней форме проведения ритуала. И люди полностью были поглощены внешней формой осуществления ритуалов, забыв о их внутреннем наполнении, внутренней сутью. Почему ритуалы считались такими важными? Дело в том, что время люди думали, что все в мире, все движение в мире связано с ритуалами, с ритуальными действиями, поэтому ритуалы имеют такое большое значение. И они полагали именно так. И люди считали ритуалы самой важной частью своей своей жизни и в таком окружении, такой ситуации в силу того, что в то время было так много сложных ритуалов, начали делать заметки по поводу того, как проводить эти ритуалы и о том, какие различные методы осуществления ритуалов. Именно это и стало тем, что сейчас мы называем брахманы, литературным жанром брахманы. Если бы мы хотели сравнить это с буддийским контекстом, то мы можем сравнить веды со словами Будды с утрами брахманы мы можем сравнить с трактатами на слова Будды. То, что объясняет смысл слов Будды. Также мы можем сказать, что четыре веды это корни либо родители, тогда как тексты, которые объясняют веды это брахманы. Чтобы объяснить то, чем являются брахманы, прежде всего следует отметить, что все боги, которые описываются в ранних ведах, боги, которые связывались с природными силами, луной, солнцем, ветром, это именно ранние ведические боги. Такое отношение к богам постепенно изменилось, изменилось. И уже во время распространения брахман люди стали относиться к богам не как к проявлениям природных сил, но как более абстрактным силам, чем так как бог-создатель, к примеру. Кроме того, как мы уже упоминали ранее, были примеры таких более абстрактных богов изначально, к примеру, бог-молитвы, и то есть не было никакой природной силы, стихии, которая бы стояла за этим богом-создателем, либо богом-молитвы, это больше как идея, определенная идея о боге. И более того, в то время, когда создавались брахманы, еще одно изменение имело место. Даже тем боги, которые ранее не считались важными, их роль менялась, и они становились более влиятельными. более важными. И если ранее боги считались очень считались чем-то намного сильнее людей, намного выше людей, их характер отличался от человеческого природа, отличалась от человеческой позже, во период брахмана, боги стали наделяться человеческими чертами, и они стали более походить на обычных людей. наделяться многими негативными негативными чертами в своем характере, своего характера. к примеру, они стали похожими на людей, которые всегда хотели, чтобы им платили дань, давали взятки, бакшиши и так далее. И похоже, что боги стали наделяться такими же чертами, к примеру, богу Варуну, который осуществлял контроль за деятельностью людей, тоже стали к нему относиться как к некому существу, которому необходимо оплатить дань, оплатить то, что в Индии называется бакшиш. И возможная причина этого изменения заключалась в том, что боги, которые считались очень высокими, очень сильно отличающимися, отличными от людей, люди не могли чувствовать близость к ним, они не могли чувствовать связь с ними в своей повседневной жизни, чувствовали, что такие боги не могли помочь им в их жизни. К примеру, когда мы упоминаем о трех драгоценностях, трех драгоценных Будью, Дарми и Сангию, то, конечно, люди признают, что три драгоценных очень важны. Однако, если возникают какие-то мирские проблемы, то кому люди делают подношения? Они делают подношения не драгоценным, но мирским богам, как относятся большинство людей, считают, да, три драгоценных Будда, Дарма, Санга, такие великие, могущественные, но мы обычные люди, мы не можем понять, что что такое три драгоценности. Обычные мирские боги, да, то, что к нам ближе, мы можем понять, как они мыслят, как они функционируют, поэтому, если мы делаем им подношения, в результате они могут решить наши проблемы. И поэтому люди часто считают, что мирские боги для них важнее, чем три драгоценных. И подобным образом отношение к богам в Древней Индии также изменилось. И кроме того, появилось много новых богов. К примеру, в Ветах был бог по имени Рудро, что означает гневный бог. И изначально Рудро был богом бури, урагана. богом разрушителем, устрашающим богом, которого все боялись, он постепенно изменился и приобрел форму того, что мы называем Ишварой, либо Велика Владыка, и затем стал тем, кого мы называем Махешварой, Великим, Могущественным. И до этого не было понятия Ишвары, было лишь понятие Рудро. Ишвары, которые сейчас считают Махешварой либо Шивой, он не встречается в ранних текстах, однако постепенно он эволюционировал из бога Рудро, и сейчас он входит в пантеон трех великих богов. А второй пример это бог, который называет Махадева, либо Великий Бог. Он также появился в это время. И затем Махадева стал считаться синонимом Индры, либо именем Индры. И кроме того, в некоторых брахманах Махадева он идентифицируется с тем, кого мы называем Индрой. И они как бы слились воедино. Такие изменения произошли касательно Махадева Индры. Кроме того, среди брахман всего корпуса, всего собрания брахман есть два текста. Я не могу вам сказать, как они называются на санскрите. Но в этих двух брахманах содержится много легенд. и это история, которая часто встречается в контексте изучения поэзии, древнеидейской поэзии. И в этой истории говорится о том, как Вишну не свергает полу бога в подземный мир и обретает контроль над всем миром. И в другом тексте брахман говорится, что у Вишну наибольшая сила из всех богов. Однако Индра победил Вишну. То есть подобные истории рассказывают различные истории о богах и возможно что многие из этих историй были придуманными не были изначально в ведических текстах. И трудно сказать что является истинным. Вся эта система божественного пантеона стала очень сложной, усложненной. брахман содержится очень много легенд и историй о жизни богов. Если вы взглянете на современный индуизм, то в индуизме столько различных богов и кто все эти боги, каковы их роли, каковы их функции. они проявляются различным образом и все в их облике, в их проявлении объясняется различными легендами и историями. И возможно некоторые из этих легенд это древние легенды, которые изначально содержались в светах, а другие легенды были созданы, были придуманы в более позднее время. Многие из них являются очень вдохновляющими и удивительными историями, но сейчас, похоже, у нас нет времени рассмотреть и всех. И сейчас я хочу лишь упоминать о некоторых самых важных из них. Первое, о чем я хочу вам рассказать это один из самых известных мифов, древнеиндийских мифов, миф о ману. Ману описывается в различными способами многих индийских текстах, однако по сути эта история всюду одинаковая. в ведической литературе ману описывается как первый человек, как прародитель всех людей, и само слово ману означает человек. И эти мифы о ману они похожи на мифы, которые содержатся в старом завете, в библейском завете, тексте, которые почитаются в христианстве. В старом завете содержатся истории о ноевом ковчеге. Эти истории очень похожи на историю ману. Говорится, что ману был человеком, как-то он отправился к реке, чтобы умыться, и к нему приплала рыба. И эта рыба сказала ему, сказала позаботься обо мне, позаботься обо мне, корми меня, люби меня, и в один день я помогу тебе. Эта рыба сказала эту ману. И ману послушался и заботился о рыбе. Рыба росла, росла и стала очень большой. И затем в один прекрасный день эта рыба сказала ману, скоро будет огромный потоп. Будет огромный потоп, поэтому ты должен приготовиться к этому потопу, и ты должен сделать большую лодку, и слушать моего совета, я помогу тебе в это сложное время. ману послушался, он построил большую лодку. И однажды так и случилось, как сказала рыба. Потоп наступил, пришел, и ману был готов к этому, у него была лодка, и он сел в эту лодку, к нему приплыла эта огромная рыба, и она впряглась в лодку, и она перетащила его через великие северные горы, и они приплыли к большому дереву, и остановились там. И они ждали возле этого большого дерева, пока вода не отступила. И когда вся вода отступила, Манус ушел на берег, оглянулся, и он увидел, что все существа, все люди, все звери, они все погибли в потопе. Он остался единственным, кто остался в живых. и тогда он озвободился тем, как же завести потомство, как продолжить свой род, как же он пытался решить эту проблему. Он молился богам, он делал различные ритуалы, и он преодолел очень много трудностей, очень тяжело трудился для того, чтобы выжить. И однажды из воды появилась женщина, ее звали Ила, и эта девушка, Ила, появилась из водной стихи, стихи из воды. Я сказала создать человеческий род. Ману совершил ее подношение, и из Ману появились другие люди. Именно таким образом появились и мы, что все люди появились из Ману. И Ману является нашим про-отцом. Эта история очень похожа на древнееврейскую историю о Ное, Ноевом ковчеге. И также в Китае есть подобная история о Великом Потопе. И во многих уголках мира есть подобные мифы, подобные истории о Великом Потопе. И в отличие от нынешних дней в прошлом было очень тяжело перемещаться по миру и было довольно мало связей между различными цивилизациями. Тем не менее, в разных уголках мира сохранились очень похожие мифы. И вопрос о том, как, почему возникли эти подобные мифы, имел ли место такой Великий Потоп на самом Возможно, это было некое событие, которое действительно произошло. В мире был огромный потоп, одновное наводнение в древности. И очень много людей, существ погибло во время этого большого наводнения. А те, кто выжил, им пришлось пересечь моря и океаны, чтобы выжить. Как бы там ни было такого истории, я покажу вам картинку Аману, и с ним в лодке находят семь мудрецов. То есть он не один в лодке, с ним еще семь мудрецов. На самом деле, изначально историю Ману был один. Он единственный, кто выжил, но затем эта история была изменена, и начали говорить о том, что с Ману также спаслись семь мудрецов, поскольку эти семь мудрецов считались такими важными, что они также должны были участвовать в событиях Великого Потопа. Если мы обратимся к философским воззрениям, которые возникли в период создания Брахман, то можем сказать, что было несколько таких философий, которые возникли в этот период. философских философских воззрений не зародились вследствие стремления исследовать изначально природу. Они опирались на ритуальные подношения и объясняли причину таких ритуальных подношений, объясняли символическое наполнение ритуальных подношений. Они использовались для того, чтобы показать, что ритуальные подношения имели смысл, имели определенную цель. И когда мы говорим об этих первых философских воззрений поэтому мы не можем считать их философией в прямом смысле. К примеру, они не похожи на то, о чем я говорил в прошлый раз, например, возникновение философских воззрений о том, что все явления являются едиными по своей природе и так далее. Однако эти философские объяснения использовались для того, чтобы придать наполнение ритуалам и ритуальным подношениям. Они не касались каких-то мировоззренческих вопросов. мировоззренческих 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 с помощью высокой философии. Но однако даже если у них нет какого-то высокого философского наполнения, тем не менее слова, которые они используют, это довольно впечатляющие слова. И в прахманах содержится много логических объяснений, много цитат, извед и так далее. и по своей сути они все сводятся к одному и тому же. И по этой причине Дойшен, немецкий ученый и санскритолог, о котором я уже упоминала, он говорил, что хотя Брахман было много, по сути их было совсем немного. В смысле, что хотя было большое разнообразие текстов с точки зрения философских идей, они были не так уж многочисленны. То есть Брахманы повторяли друг друга, дублировали друг друга, говорили о многих вещах, но если мы захотим выделить какие-то важные философские доктрины, то они были очень немногочисленны. именно этой фразы было много, но на самом деле было совсем немного, очень хорошо описывает саму суть Брахмана. И давайте на этом сделаем перерыв. Итак, полчаса перерыв, после которого мы продолжим. мы с вами обсуждаем философские идеи, которые присутствуют в брахманической литературе в брахманах. Поскольку брахманы посвящены прежде всего вопросу проведения ритуалов, там не так уж много философии. Однако, нам следует обратить внимание на брахманы для того, чтобы понять истоки философской идеи самсары. философской Итак, мы говорим о брахманах и затем мы будем говорить об панишадах. И в то время, когда возникли упанишады очень важная идея, которой начали задумываться люди, это то, что мы называем самсары, а на тибетском мы называем это корво. Идея самсары круговоротом возникла именно в то время, и нам нужно рассмотреть это со всей внимательностью. В буддизме мы говорим о самсаре и нирване, и это одни из самых важных понятий. И самсара это тоже название, то же слово, которое мы используем в буддизме. Однако, каково его значение в древности, что оно означало в древности? Говорится, что когда это понятие, термин самсары впервые возник, то он не обладал таким глубоким смыслом, которым он наделяется в буддийской литературе. самсары означало просто повторение, что мы проходим снова один и тот же круг, снова и снова идеи повторения. Люди в то время не задумывались так много о будущих жизнях. даже если бы они задумывались об этом, то в то время люди полагали, что после смерти все люди перерождаются в убители богов. То есть, это место, чистое место богов, в которое попадают все умершие, все предки находятся именно там, и они также после смерти переродятся в этом месте, в котором будут жить всегда, наслаждаясь великим благом и счастьем. Поэтому в то время самсора не имела смысла повторения цикла перерождений, то есть рождений и смертей. И не было идеи о том, что человек может переродиться снова и снова, и более того, может переродиться в различных формах. Однако позже, когда началась все это объяснение идеи самсары, то возникла эта идея о том, что самсара это бесконечное повторение череды рождений. За рождением следует другое рождение, и за этим рождением еще одно рождение, затем еще одно. То есть таким образом идея самсары приобрело новое значение бесконечного повторения, бесконечного перерождения. И идея того, что самсары это повторное перерождение без прерывного перерождения снова и снова. Эта идея впервые встречается именно в панишадах. И именно с панишад начинается идея с самсары как бесконечные череды рождений, смертей и перерождений. до этого у людей не было идеи о том, что после смерти они родятся снова. Лишь в панишадах впервые появляется и развивается эта идея. люди начали верить в то, что существует некая череда перерождений, рождений, смертей и вновь рождений. И люди начали верить в это. И эта идея распространилась на все индийские философские системы, все индийские религии, во всех индийских религиях присутствует понятие самсары, и все не уделяют большое внимание этой идее самсары. Все эти системы человеческой мысли, которые развелись в Индии, они считают очень важным вопрос самсары, и точно так же и в буддийской системе знания самсары является очень важным понятием, которым нам нужно понять, определиться со всей определенностью, со всей четкостью. Именно так это понятие возникло в то время. И если мы захотим определиться с хронологической точки зрения, в каком столетии, в каком веке возникло понятие идеи самсары, то ученые не могут дать один ответ на этот вопрос, поскольку они смотрят на эту проблему с разных сторон. Однако в целом мы можем сказать, что эта идея развилась именно в период Упанишад и изначально во времена Эрикведы люди лишь заботились о том, чтобы молиться богам и о перерождении в мире богов после смерти. люди не так уж много задумывались об этом и не исследовали это. И так же они не так уж сильно задумывались о смысле человеческой жизни. И в Эрикведе идея самсары еще не появилась, еще не развилась. и даже если был какой-то прототип идеи самсары, то это было лишь как семя, лишь какие-то истоки чего-то такого, что в будущем стало пониматься как самсары. Однако мы не можем сказать, что эта идея присутствовала в Эрикведе как мировоззрение либо устоявшееся понятие. И лишь в Панишадах мы встречаем понятие самсары. Понятие самсары обрело свое развитие. И оно не только развелось в то время, но также оно широко распространилось. И поскольку уже в период Упанишад эта идея была широко распространенной, с точки зрения этого мы можем утверждать, что оно возникло ранее, чем Упанишады. И первые идеи об этом появились во времена создания Брахмана. Поскольку если бы это понятие возникло вперед Упанишад, то оно бы не успело так развиться и распространиться так широко. Такие глубокие объяснения того, чем является самсара, они могли сформироваться быстро. оно возможно находилось только в каком-то зачаточном состоянии. Поэтому с этой точки зрения мы можем говорить о том, что скорее всего понятие Ее самсары возникло в период создания Брахмана. Итак, истоки идеи самсары они возникли. Эти истоки принадлежат периоду Брахман, тогда как эта идея развелась и получила широкое распространение в период Упанишад. И я объясню это детально позже. Следующее, чем я хочу говорить, это категория текстов, которая называется Араньякас. Араньяка. Нагдэн. Этот перевод на тибетский Нагдэн, что означает тексты тех, кто пребывает в лесу, тех, кто живет в лесу, это то, как Араньяки были переведены на тибетский Гендюнам Чобелам, тибетским ученым 20 века. И почему эти тексты называются Араньяки, Араньяка? Это было связано с тем, что те, кто создал их, их создатели либо авторы, они жили в лесу, то есть пребывали в отшельничестве, мы жили как отшельники в лесу, и поскольку в лесу у них не было возможности проводить какие-то изощренные ритуалы, у них не было для этого субстанции, для подношения и так далее, то у них было время для того, чтобы посвятить себя размышлению и размышлению прежде всего над вопросами философии. И похоже, что именно поэтому, поскольку эти люди, они пребывали в лесу, они посвящали себя этим размышлениям, и так и возникли эти тексты Араньки. И причина этого в том, что ритуалы, которые описываются в брахманах, это то, что обычно исполняется дома, у себя дома, тогда как Араньки это то, чему они посвящены тому, что следует делать, когда находишься в уединении, в отшельничестве. И в результате Араньки выделились в особую коллекцию брахманической литературы. Однако, если мы взглянем на процентную их составляющую, то их довольно мало по сравнению с другими ведическими текстами. И поэтому нет нужды сильно углубляться. в рассмотрении Араньок. А сейчас давайте перейдем к рассмотрению Упанишад. Нервные Упанишады. Нервные на тибетском. каковы истоки Упанишад, как они возникли, как они развелись. Упанишады. 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 главной главной ролью в проведении ритуалов определенных людей, которые назвали священники. То есть, именно священники осуществляли все ритуалы и постепенно священники обрели большую власть и богатство. И также они обрели определенное предубеждение и авторитетность своих высказываний. То есть, что они говорили, люди должны были их слушаться. по этой причине похоже, что традиция священников брахманов загнивала изнутри. И внутреннее содержание всех ритуалов преданности богам становилось менее важным. И лишь внешняя составляющая ритуала считалась важной. И мудрые люди, выдающиеся люди из касты кшатриев, то есть правители и военные элиты, правящие элиты и военные элиты, они начали чувствовать разочарование со всем множеством по отношению всего этого множества бесконечно сложных ритуалов. Им перестали они нравиться. Они казались им такими сложными, но по сути не казались бессмысленными. У них зародились сомнения по поводу важности этих ритуалов. Они начали сомневаться в их смысле и в их значении. Конечно, они продолжали исполнять ритуалы внешне, но внутри они начали зарождать много сомнений. и в результате всех этих сомнений они начали задаваться вопросом а в чем смысл жизни? Какова природа мира? Они начали думать о таких вопросах. Кто я? Как я возник? В чем мое предназначение? Что случится со мной в будущем? то есть таким образом они начали задавать философские вопросы и это и положило начало развитию философского мировоззрения и философия начала постепенно развиваться и в результате даже надменные барахманы священники также начали обращать внимание на эти аспекты своей деятельности начали задаваться вопросом а правильно ли мы все делаем в чем смысл всего того что мы делаем и некоторые некоторые из брахманов они начали вместе к шатриям изучать философию и так возникла новая традиция изучения философии зародились именно в то время это тот период когда эти семена индийской философии проросли из земли то что мы называем философии что это собой представляет по своей сути для того чтобы возникло философское воззрение прежде всего необходимо иметь сомнения должны возникнуть сомнения и сомнения являются теми семенами философии это причина по которой возникает философия должны быть вопросы к примеру кто я должны быть вопросы об этом и сомнения о том кем я являюсь я говорю я Я, я, меня, но тем не менее, кто такой этот я? Ищем, кто такой этот я? Для этого у нас прежде всего должен возникнуть вопрос о том, кто я. Если у нас не возникает такого вопроса, то мы и не будем искать на него ответ. И поэтому для того, чтобы заниматься философией, у нас должны возникать вопросы, должны возникать сомнения. И только когда у нас есть такие вопросы и сомнения, у нас возникает намерение, стремление искать истину. И в то время, как брахманы проводили дни напролет, делая ритуалы, кшатри начали задаваться вопросом, имеет ли это какой-то смысл, имеет ли это какую-то пользу. И когда это произошло, тогда философия смогла начать зарождаться. Необходимо понимать, что те люди, которые делали ритуалы в то время, они не знали философии. И, возможно, они начали задаваться вопросом о смысле того, что они делали. И о смысле вед. И сами брахманы, которые делали эти ритуалы, они не задумывались о смысле вед. И кто же начал задаваться вопросом о смысле вед? Не брахманы, но кшатрии. И опанишады. А кто начал их распространять? Именно те, кто принадлежал к касте правителей и военной элиты кшатриев. И говорят, что был один район под названием Виде. И в этом районе был царь-правитель по имени Гьянака. И под его влиянием, при его поддержке, начала активно развиваться философия. И он собирал всех людей, которые были способны к философскому изучению. И затем он проводил диспуты между ними, чтобы они дискутировали по поводу философских вопросов. Таким образом, он оказал большое влияние на распространение философии. Еще одно, что нам следует понять, позже наступает этот период, который мы назвали веком философии, не так ли? И это время, это то, когда возникают философские школы, то, что мы называем школой самки. И это то, когда возникла философия джайнизма, а затем буддизма. И на самом деле, все те, кто основал эти религиозные и философские течения, буддизма, джайнизма, а также школы самки, они принадлежали к касте кшатрев, включая Будду, Шукьямуни, он был кшатрем, он не был брахманом. Брахманы – это те, кто проводили ритуалы, это те, кто должен был направлять, советовать людям. Но они сами не понимали смысла философского значения, вед. И поэтому люди начали скептически относиться к брахманам. Следующий вопрос – когда же возникли Упанишады? Этот период довольно длинный. Он примерно оценивается как тысячный год до нашей эры, до тысячного года нашей эры. То есть двухтысячелетний период. И это свидетельствует о том, что Упанишады не возникли в одночасье, что им потребовалось довольно долгое время для того, чтобы сформироваться и развиться. И когда мы говорим об Упанишадах, то это довольно большой корпус текстов. Это более двухсот текстов, более двухсот томов Упанишад. Но при этом поздние Упанишады не так уж заботились о философских воззрениях, смысле мира. Некоторые из этих поздних Упанишад возникли очень поздно, уже в период исламско-мусульманского вторжения в Индию. Поэтому следует понимать, что возможно не все из этих текстов на самом деле являются древними Упанишадами. Особенностью, если мы взглянем на хронологию, согласно которой возникли и сформировались эти тексты, то мы выделяем среди них 13 древних Упанишад, которые хорошо известны с древности. То есть, например, на 13 или 17 текстов. Одни говорят, что это 13 текстов, другие, что это 17 текстов. Именно такое число древних Упанишад. Тогда как общее количество Упанишад – это более двухсот томов, более двухсот различных текстов. И в том, что касается их содержания, то темы, которые рассматриваются в Упанишадах, это мы можем назвать древнеиндийской философией. Это самое сердце в древнеиндийской философии. Если вы хотите понять смысл древней индийской философии, вам следует изучать Упанишады. Однако, дело в том, что эта древняя философия, она фрагментарна, она разбросана по всем Упанишадам. Она не изложена систематически. В Упанишадах непонятно, какая текст является самыми центральными, какие-то дополнительными. Дело в том, что различные ученые древности, они изложили свои различные мнения, и потом все это было собрано вместе, что и представляет собой Упанишады. Итак, а что же означает это слово? Упанишады. И в этом слове мы можем выделить три части. Первая часть – это Упа. префикс, там есть НИ и ШАД. ШАД – это глагол, что означает сидеть, сидеть возле кого-то, сидеть близко от кого-то. Европейские ученые говорят, что именно последний слог ШАД является самым важным, поскольку он – это то же слово, которое и мы обозначаем. Это действие сидеть, сад, шАД. А, это все слова одного корня, то есть это древний протоарийский корень, то, что называется индоевропейский корень. И на санскрите есть другие слова, которые имеют сходное значение – это паришат, а также саммшат. И эти слова означают то же самое – сидеть лицом к лицу, сидеть рядом друг с другом. В том значении, что учитель и ученики сидят рядом, либо сидят напротив друг друга. Почему именно это слово употреблялось? Почему? Потому что упанишады передавались в тайне. Это тайны, учения, философии. Обычные люди не должны были узнать смысл глубоких философских текстов. Поэтому во время передачи этих философских трактатов упанишад, учитель и ученики сидели очень близко друг к другу. И упанишады передавались индивидуально в тайне. И эта традиция имела много разных правил. К примеру, учители и ученики должны были пребывать в одном и том же месте. Также, если ученики не держали свои обеты в чистоте, они не могли получить такие наставления. Кроме этого, если между учениками существовало соперничество, к примеру, кто-то стремился стать лучше всех и был исполнен гордыней, то также ему не давались такие наставления. То есть, эти упанишады были чем-то очень тайны. И для обозначения этого употребляются различные слова. Например, «рахасе», что означает «тайны», а также «гухья дешаха», что значит «тайны» и «ритуал». А также они назывались «парамам гухья», что означает «высшая тайна». То есть, много различных слов, понятий, которые употреблялись относительно тайности у панишада. Это было что-то тайным, а что-то чем-то сокровенным. Они излагались тайно, они не преподавались открыто. Когда учителя передавали наставляния по философии, они делали это в тайне, и обычные люди не должны были знать об этом. Значение этого предназначалось только для учеников, наделенных высшими способностями. На самом деле, тема философии является очень сложной. Как мы говорим о философии, как я уже упоминал, главная тема, которая рассматривается в панишадах, это то, что мы можем назвать философией, философским воззрением, философской природой. В то время многие люди задавались вопросом об истинной природе, об истинном смысле. И именно поэтому философию можно разделить на две ключевые темы. Первая тема – это философия природы мира, либо философия о том, чем является мир, например, что такое природа, что такое суть мира. И второй аспект – это аспект плода, либо постижения, чем является достижение, постижение. Первый из них – воззрение о природе, природе мира. Это ключевая тема всех упанишад. Это основание, основа всей философии. И в панишадах говорится, что все явления связаны с Богом, божественным началом, Брахмой, что все явления порождаются из Брахмы и затем растворяются в Брахме. Когда мы говорим о Брахме, мы не имеем в виду Бога Брахму. В этом контексте Брахма не является индивидом, как ранее индивидуальным Богом. Здесь это философское понятие. Это то, чем люди являются по своей природе. Это природа, истинная природа вещей. Называлась точно так же, как и Бог, однако она не считалась Богом. Я не думаю, что она считалась Богом. Но все возникало из этой основополагающей природы, то, что мы можем назвать дарматой природы вещей. И все явления порождались из Брахмы и затем вновь растворялись в Брахме. Также можно сказать, что все возникало из пространства Брахмы и затем растворялось в нем. Это то, что мы можем также назвать, что все возникало из изначальной природы и затем растворялось в этой изначальной природе. И в то время люди полагали, что все, что мы видим, все, что мы слышим, все, что мы можем ощущать с помощью органов чувств, все, что мы можем воспринимать, все это, как оно возникло. Откуда оно возникло? Оно возникло из одного источника. Все это множество различных явлений происходит из одного источника. И этот источник называется Брахмой. То, что раньше называлось Богом, Брахмой, со временем поменяло свое значение и стало означать источник всех вещей. И это больше не было каким-то индивидуальным богом. Это стало абстрактным философским принципом природы всех вещей. Именно это стало называться Брахмой. Все возникает из этой базовой природы, говорили древние. И также, что в конце концов, все явления снова растворятся в этой базовой природе. То есть все возникает из нее, и все растворяется в ней. И если мы задумаемся об этом, то это действительно очень высокое воззрение. К примеру, это может напомнить нам о теории Большого Взрыва. О том, что все возникло в результате Великого Большого Взрыва. Вся Вселенная возникла в результате этого Большого Взрыва. Однако, по сравнению с этим, теория Большого Взрыва, это философское воззрение, оно даже глубже, даже более глубокое. Почему? Потому что мы говорим не только о материальных вещах. Брахма за пределами материальности. И природа Брахма – это не материя, а сознание – это ум. Брахма – это природа всех вещей, и она нематериальна. Это то, что мы можем назвать осознаванием, либо сознанием. И Брахма по форме является светом. То есть это осознавание, которое проявляется как свет. И это есть истинная природа всех вещей. И Брахма – это лишь истинная природа. И более того, эта истинная природа пуста. И поскольку она пуста, она охватывает все вещи, она все проникающие. Она пуста. То есть ничто не может ее каким-то образом сдержать, либо остановить. То есть это то, что все проникающее, это то, что выходит за пределы любых концепций. Так же люди задумывались о природе самости, что такое «я». И для того, чтобы смотреть вовне, нам следует взглянуть вовнутрь. Говорили древние, они искали «кто такое я». И когда ответом на этот выброс было то, что мы считаем «я», на самом деле является Брахмой. Почему? Потому что если мы познаем свою природу, мы познаем природу всего. Мы познаем себя, мы познаем Брахму. И если мы ищем свою природу, мы находим истинную природу Брахмы. Поэтому, что такое Брахма? Брахма, она меньше, она более тонкая, чем зернышко, и в то же время она больше, чем Вселенная, она обширеннее, чем пространство. Это то, что за пределами любых ограничений, она маленькая, как зернышко, и огромная, как Вселенная, все это является Брахмой. Это то, как описывался Брахма. И был один японский ученый, похоже, по 17-19 веку, который был ученым, ученым санскритологом, специалистом по санскриту, санскритским текстам. В Японии они изучали санскрит в Токийском университете. И они изучали эндологию, санскрит, звали его Тококусу Джинджиро. И этот ученый по имени Тококусу Джинджиро говорил, что способ описания того, чем все является на самом деле, можно разделить на то, чем вещи являются и как они проявляются. То есть, первый аспект это то, чем вещи являются на самом деле по своей сути. и люди того времени задавались вопросом, чем является природа всех вещей, чем являются вещи по своей природе, что является основой всех явлений, в чем истоки, в чем корень всех вещей. Они исследовали это, они искали ответ на этот вопрос. И когда они изучали это, они искали это вовне, но они не могли найти ничего вовне. И тогда они обратили свое внимание вовнутрь. Это то, что на санскрите называется Атманом, саммасью. Вместо того, чтобы искать вовне, они начали искать его внутри. И они начали задаваться вопросом, а кто есть я? Чем являюсь я? Именно с этого начинались все исследования. К примеру, если я спрошу, а чем является эта подушка? Чем является этот кушин? то эти количество различных вещ, вещей бесконечны. И если мы будем пытаться понять внешние вещи, то мы никогда не сможем охватить всех их. Поэтому нам следует обратить внимание вовнутрь. Чем я являюсь? На что я похож? Это та изначальная точка, с которой должны начинаться все наши поиски. И если я задаюсь вопросом, кем я являюсь? чем является моей природой? То это именно тот ключевой вопрос, с которого начинается Упанишады. На самом деле в Упанишадах содержится очень много сложной философии. Это похоже на то, как очень много сложных изложений содержится в буддийской философии. Но все не сводятся к этому ключевому вопросу, чем является я, чем является самость. Когда мы ищем ответ на этот вопрос, чем является я, чем является самость, то мы также пытаемся понять, чем является суть всех вещей, всех явлений. явлений. таким образом это понятие Атмана, самостия, это то, что мы пытаемся понять перед тем, как понимаем значение всех других явлений. И Атман это понятие, которое играет важную роль в буддийской философии. Например, мы говорим, что небуддистские философии утверждают об истинном существовании самости Атмана. А тогда, как буддизм говорит об анатмане, либо об бессамостности, обычное наше изложение ведического зрения, либо этого до-буддистского воззрения, не такое уж глубокое. Обычно говорится, да, они утверждают истинное существование самости, однако не объясняется, а чем они считали эту самость? Это я. Если мы взглянем на природу этой самости, когда они искали это я, эту самость, то что же они находили? Нам следует посмотреть, взглянуть на то, что они говорили об этом, как они это объясняли. Если мы просто скажем, мы не буддисты утверждали истинное существование я, и остановимся на этом, то этого недостаточно. Итак, это первый аспект того, чем явление является по своей сути. Второй аспект это то, как вещи проявляются. это относится к тому, как мы воспринимаем явления. То, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы ощущаем, то, чего мы касаемся. То есть, это объекты наших органов, чувств. То, что мы можем видеть, слышать, чувствовать, ощущать. Как все это возникает? Почему это важно? Почему они возникают в мире? Почему мы воспринимаем мир? К примеру, почему мы ощущаем страдание? Почему мы страдаем? Почему мы чувствуем счастье? Каким образом мы можем избежать страдания и испытывать только счастье? То есть, все эти вопросы относятся ко второму аспекту того, как вещи проявляются. И в панишадах содержится три различных объяснения. Конечно, их много разных объяснений, но главных среди них три. и все они сводятся к тому, что все эти ощущения сводятся к уму. Это первая традиция в панишадах утверждает о том, что все проявления возникают из Брахмы. То есть, не Бога Брахмы, но этого понятия источника всемирного ума. то есть, из этого всемирного ума, всемирной осознанности, либо всемирного сознания, которое все поглощающее, всеохватывающее, именно из него возникает все явления. Это некий огромный всеохватывающий ум, либо огромное всеохватывающее сознание, и из пространства этого вселенского сознания возникает все явления. И, похоже, объяснение содержится в Аватамсакасутре, буддистской Аватамсакасутре, которые говорят о том, что все явления являются проявлениями ума. Это то, что утверждает также буддистская философская школа Читаматор лишь ум. Что такое ум? Ум это основа всего. И это похоже на то, что здесь объясняется о природе Брахма, поскольку Брахма является осознаванием по своей природе. Это ясное осознавание. Это ясное осознавание, которое охватывает все явления, либо то, что проникает во все явления. Это некий всеохватывающий космический ум. И это очень важно понять. И ученые говорят о теории Большого Взрыва. А если спросить что было до Большого Взрыва с точки зрения квантовой физики, которая ищет все более и более частицы, более мелкие частицы, то говорится, что эти частицы перестают быть материальными. Поэтому важно понимать, что в конце концов воззрение сводится к нематериальности. Итак, это первый ответ на этот вопрос, откуда являются явления, это то, что возникает не из материи, а из осознавания, из ума. Затем второе объяснение, второе объяснение, это то, что все явления происходят из всех хватающего божества, что это божество, Брахма, оно обладает двумя аспектами. Это истинная природа и внешнее проявление. Эта истинная природа является существующей, действительно существующей, тогда как проявления это всего лишь видимости, они не являются истинно существующими. Это основа природы и проявления, они едины по своей сути, это похоже на воду и волны. Воды и волны, они едины по своей сути, они являются водой, Однако они проявляются по-разному, и поэтому все явления по своей природе являются Брахмой, поскольку все явления проявляются из Брахма, этой базовой природы, и они не являются отделенными от этой базовой природы. И это объяснение похоже на то, что в буддийской философии мы называем Татагата Гарба, либо Буддовой природы. Это то, как природа Будды объясняется во зрении инопустотности Шэндон. И третье объяснение всех явлений говорит о том, что все явления обладают особыми характеристиками, они возникают из Брахмы, они создаются Брахмой, что Брахма является создателем, который контролирует все явления, управляет всеми явлениями. И хотя Брахма управляет всеми явлениями, каждое явление обладает своими особыми чертами, особыми характеристиками, своим особым состоянием. И то, о чем здесь говорится, это то, что все изначально возникло из пространства Брахма, либо создано Брахмой. И после этого Брахма и явления стали отличными. То есть они стали разными, не едиными. То есть в своих чертах они стали различными. Брахма и явления стали отличаться. Это похоже на то, как мы утверждаем, что тот, кто воспринимает объект восприятия отдельный, а воспринимающий субъект и объект не могут быть одинаковы. Для того, чтобы происходило восприятие, субъект и объект должны быть различны. Похоже на это Брахма и явления, которые возникли из Брахмы, они также различны. В Апанишадах содержится текст Апанишада под названием «Светосватара». И в этой «Светосватаре» говорится о том, что Брахма разделяется на осознавание и неосознавание, либо невидение о виде. И поскольку у Брахмы есть этот аспект невидения о виде, все явления возникли из этого аспекта невидения. То есть Брахма не является лишь осознаванием. Говорится, что Брахма также подвержен невидению. И когда Брахма попадает под влияние невидения, возникает исцеление и все явления. Это в определенном смысле очень сходно с объяснением Шинтонг и Инна пустотностью. О том, что есть дармата природовещей, и есть то, что называется омраченную природу, либо закрытая природа, закрытая омрачениями. Сама по себе эта дармата истинной природы. Она чистая, не запятнанная, не замутненная, однако она в своем проявленном состоянии загрязненная. Проявления являются загрязненными. То есть они проявления и истинной природы, они едины по своей причине, однако проявления не являются чистыми, они являются загрязненными. То есть они говорили о том, что все явления происходят из одного источника, истинной природы, то, что называется Адармата. Таким образом, мы можем видеть, что было много различных способов объяснения, возникновения вещей проводились с различиями между знанием и невидением. И много логических объяснений, которые развились касательно этого в то время. И различные философские объяснения начали формироваться и обрели свое развитие. И они все, прежде всего, задавались вопросом о природе, мире, о том, чем являются вещи. И именно это я пытался вам объяснить сегодня. Завтра у нас выходной. А послезавтра, после выходного, я расскажу вам о том, как возникли все вещи. Как это объясняется в панишадах. Из всего того, что я сказала, важнее всего, что нам следует понять, это то, что в это древнее время в Индии наблюдается большой рост знания, мудрости, что в то время люди были способны достичь высокого развития философского воззрения. И благодаря этому высокому уровню философского мышления эти идеи, которые они развили, они очень похожи на буддийские воззрения. И в особенности в то время уровень мышления, философского мышления был таким высоким, что в результате смогли возникнуть буддийские учения, и смогли обрести свое распространение. Благодаря этому, поскольку Будда сам по себе был очень умным человеком, и этот умный человек появился именно в Индии. И он мог объяснить все свои опытные переживания, все свои постижения, он мог объяснить их. А почему он мог объяснить их? Потому что у людей того времени уже был очень высокий уровень понимания этих философских основ, мировоззрения. Именно благодаря этому Будда мог объяснить это. И именно благодаря этому Будда мог учить дарме, которую он познал с помощью своего ума. Но если бы люди не достигли такого высокого уровня развития философского мышления, то Будде было бы очень сложно даже начать учить. Возможно, даже не осмелился учить, потому что его бы никто не понял. Однако люди обладали уже очень высоким уровнем мышления. И поэтому Будда мог говорить о таких вещах, как «все возникает взаимозависимо, нет никакого богосоздателя». И люди могли понять это. Если бы у людей не было такого высокого уровня мышления, если бы Будда делал такие заявления, его могли просто убить, взять в руки палки и заколоть, забить до смерти. Однако в то время в Индии уже существовала очень прочная основа, на которую мог опереться Будда. И поэтому Будда мог учить чему-то, что люди были способны понять. И его учения могли расцвести, могли распространиться. И это все было возможно лишь благодаря тому, что в Индии уже существовали такие глубокие, обширные философские воззрения. И нам нужно очень ясно осознать тот факт, что когда Будда появился в мире, в то время в мире не было буддийских учений. Сейчас буддийские учения процветают во всем мире, распространились по всему мире. Есть очень много людей, которые верят в истинность учений Будды. А так как когда появился Будда, не было таких учений. То есть Будда не был последователь. Он начал с нуля. Он начал с ничего, с нуля. И начав с нуля, ему нужно было учить, ему нужно было объяснять это, говорить об этом. И представьте, что это было совсем нелегко. Однако Баба Будда, он был высшим существом, он превосходил всех людей с качествами своего ума, своим поведением, то есть воззрением и поведением. То есть он был высшим, превосходил всех. Именно поэтому представители различных философских школ признали его как высшее существо, признали его как высшего учителя. И в силу того, что эти различные философские школы признали его высшим учителем, свидетельствуют о том, что он был высшим существом, поскольку, несмотря на то, что в то время существовали такие развитые философские системы, Будда был способен вдохновить их, поколебать их во зрение, изменить их во зрение. Было много различных людей, принадлежащих к разным кастам, Брахмана, Кшадрюм и так далее. Это люди, у которых было различное образование, различные уровни жизни. И Будда был способен всколыхнуть их всех. Он смог вызвать зарождение веры во всех них. И это свидетельствует о том, что Будда был особенным существом. И почему так произошло? Причина этого в том, что Будда учил тому, чем все есть на самом деле. Именно поэтому люди услышали его и начали следовать за ним, приняли его как учителя. Еще одно, о чем нам необходимо сказать. Часто, когда в буддистском контексте описываются небуддистские обозрения, то часто они описываются как низшие, как те, кто не обладает истинным знанием. То есть мы смотрим на них свысока, говорим о том, что все эти мудрецы, речи и так далее, все эти представители философии самки, что они не обладают истинным воззрением. Мы смотрим на них свысока, однако на самом деле мы не знаем, кто были эти люди. Возможно, они были бадхисадовыми. Кроме того, изучая их философию, мы видим, что это очень глубокая философия, и эти люди были действительно мудрецами. И мы видим, что именно поэтому индивиды, которые распространяли эти философские воззрения, не были обычными существами. У нас есть такая тенденция, называть их тиртиками, то, что часто переводится как «те, у кого крайнее воззрение, те, чьи воззрение нужно отбросить, отбросить, это неверное воззрение» и так далее. На самом деле, это не совсем верный подход. Нам нужно изучать, как они размышляли, что они говорили, какова была их философия. И если мы способны понять больше, то, как они мыслили, тогда мы сможем лучше, больше ценить то, чему учил буддизм, как буддизм развил философскую систему в Индии. Буддизм основывался на прочной основе. Это тысячи лет развития философии. Именно такова основа, на которой опирается буддизм. Это не похоже на то, как сейчас люди просто придумывают что-то без всякой основы, без всякой опоры. То в древности было совсем не так. Это очень большая опора. Основа, которая насчитывает тысячи лет, именно на нее опирался буддизм. И поэтому, чтобы понять буддизм и ценить буддизм, нам нужно исследовать не буддистские его зрения, те философии, ту философия, которая существовала до буддизма. Кажется, что нет нужды говорить больше об этом сегодня. У меня будет время объяснить об этом больше. Итак, завтра у нас будет выходной, и послезавтра мы продолжим. Мы заканчиваем буддийский период, и мы приступим к рассмотрению того, как зародился буддийский период, как зародились буддийские учения, и как они распространились. Похоже, что больше недели я говорил о ведах, и, возможно, многие из вас задаются вопросом, а как же мы когда-то начнем говорить о мантрах, о тайной мантре, если мы говорим только о небодистской школе. Однако, мы уже заканчиваем. Похоже на то, что в целях рекламы мы назвали учения истоками тайной мантры, однако мы говорим совсем о другом. Однако, дело в том, что я считаю, что нет нужды спешить. Я могу учить долгое время, дело в том, что перед тем, как мы будем говорить о тайной мантре, нам нужно понять, как возник Будда, на чем основывался буддизм, и что ему предшествовало. Лишь потом мы можем начать говорить о тайной мантре. Поэтому, хотя я меня это ваше сомнение меня немного волнует, на самом деле это не так уж важно, поэтому не волнуйтесь. И теперь давайте посвятим заслугу ваше сомнение. Спасибо.